20 век Полный войн, лидеров, каких не видели прежде Век страданий, катастроф, природных катаклизмов, террора Ну и век счастья, конечно, счастья тоже Он пролетел так стремительно, этот 20 век Он так спрессовал время, что мы не успели и оглянуться А надо бы Надо бы оглянуться и подвести итоги Чтобы понять, что же нас ждет в конце этого нелегкого, стремительного пути Доктор-профессор Михаил Айтман Еще 15 лет назад он предсказывал ситуацию, в которой окажется мир сегодня Но его не хотели слышать, уж больно фантастическим все казалось тогда И вот наступило сегодня Рушится мировая экономическая система Мир находится на грани невиданного кризиса Который может закончиться мировыми войнами В этом фильме доктор Айтман дает анализ всему происшедшему Делает выводы и предлагает выход из этой ситуации Единственный выход, по его мнению Михаил Айтман Автор 30 книг Доктор философии Профессор онтологии и теории познания Основатель и руководитель Международной академии Кабалы Член Всемирного совета мудрецов Последний в цепочке кабалистов Насчитывающий 5000-летний период Что вы думаете об этом веке, профессор Лайтман? Это был замечательный век Он окончательно привел человечество к вопросам о смысле жизни Человеку становилось в этом веке все более и более неуютно И он начал спрашивать вопросы О которых раньше и не задумывался Что я делаю в этом мире? Для чего я родился? Что будет завтра? Что будет через мгновение? И куда вообще ведет меня жизнь? Или судьба? Или Бог? Когда человек задает себе эти вопросы? Только когда страдает Человек очень много страдал в этом 20 веке Этот век бил и бил человечество Загонял его в тупик Почему? Зачем столько страданий? И почему они такие в 20 веке? Такие безжалостные? Почему вы молчите? Потому что нам осталось совсем немного времени И нас об этом предупреждают Что вы имеете в виду? Нас ждет большая беда Так написано В мире может остаться только горстка людей Которые в конце концов придут к тому К чему не хочет пока прийти все человечество Это может произойти в одно мгновение Нам уже это показывали Так значит все предрешено? Не все Есть еще шанс остановить это Как? Понять наконец Для чего мы живем И начать жить именно для этого С чего начался 20 век? С рождения кино Невинное изобретение Казалось бы Балаган На самом деле была впущена в мир Великая идея Которая привела к огромным последствиям Представьте себе Человек сидит в кинотеатре И у него есть возможность Отождествить себя со всем миром Ему не надо переживать множество жизней Он проживает и здесь, и сейчас Перед экраном Простой маленький человек В маленьком провинциальном городке В жизни которого не было ничего, кроме скучной работы Семьи И множества забот Он вдруг выходит в свет с царской семьей Выезжает в первом автомобиле Участвует в митингах и демонстрациях Он гибнет в сражениях И заново рождается С помощью кино Человек добился полного сопереживания с героем С открытием кино А потом телевидение А потом уже интернета В нас начал вмещаться весь мир Со всеми его потрясениями и наслаждениями Со всеми революциями и войнами В нас стали проникать желания Страдания Радости всего мира И все это за одну короткую жизнь Все эти открытия были сделаны Чтобы мы могли почувствовать друг друга Какими бы разными мы не были Понять и полюбить Природа подчиняется инстинкту А человек Ненасытному зверьку Своему природному эгоизму Но самое страшное Это то, что насытить его Невозможно И 20 век Яркий пример этому 20 век Век стремительно развивающегося эгоизма Это эпоха строительства новой Мировой Вавилонской башни Ничему не учит история Пять тысяч лет назад В Вавилоне Люди хотели сами Своими руками Построить башню до небес Стать всесильными Властвовать над природой Построить рай на земле И быть счастливыми Они полагались Они полагались только на силу своих рук и разум Эгоисты строили башню до небес И в этом энтузиазме Они были вместе До поры до времени Пока они проявились Как эгоисты Это был первый Скачок эгоизма Все закончилось Разбиением Ненавистью Земля наполнилась войнами и страданиями Когда каждый перестал понимать язык другого Все закончилось Полным разобщением Так мир Начал нестись К своему эгоистическому пику К двадцатому веку И вот уже в двадцатом веке Начинается строительство Новой Вавилонской башни Эгоизм потребовал Нового наполнения И мир снова Уже в который раз Ошибся Он снова поверил в то Что можно наполнить эгоизм И стать наконец-то счастливыми Мы были просто уверены в этом Какие радужные Надежды были у нас Началось покорение космоса Я помню эту радость Когда русские послали первого космонавта Американцы ступили на Луну Мы спорили есть ли жизнь на Марсе Мы хотели путешествовать во Вселенной И казалось, что это уже реальность Мы были просто уверены, что наука поможет нам побеждать болезни Мы были уверены, что машина заменит труд человека Человек будет больше читать, думать, отдыхать Будет короче рабочая неделя Больше времени мы будем уделять семье Мы ждали от научно-технического прогресса Исправления нашей жизни И чего мы добились Человек не стал работать меньше А гораздо больше Он стал рабом работы Больших предприятий Своего бизнеса Рабом денег Власти Славы Научных степеней Болезни Болезни не стало меньше А гораздо больше Экология планеты изменилась так радикально Что постепенно съедает нас всех У человека не стало времени для семьи И семья начала распадаться Если вы спросите Был ли первобытный человек счастливее нас Я отвечу Был Был ли первобытный человек Вокруг нас Закон равновесия Гармонии Мир единой Взаимосвязанной природы Разве можно жить Несоответствуя этому закону? Нельзя И чем раньше мы это поймем Чем меньше будем страдать Нас будут корректировать Сильнее и сильнее Пока не услышим И не согласимся Стать счастливыми Жить по высшему закону равенства Братства Единства Любви Вы можете сказать Но ведь были уже такие попытки В двадцатом веке Прийти к равенству Братству Никакую революцию Невозможно было бы совершить Без этой идеи Без этого стремления К высшему идеалу Кем были эти первые коммунисты? Идеалистами Романтиками И они сделали много ошибок Россия только-только Выслышит Свидализм Кто там думал О растущем эгоизме? Хотели поделить имущество Порвну И все За братьев богатых И отдать бедным Чтобы было по справедливости Но ведь эгоизм справедливости Не понимает И вот уже насильно Хотят переделать людей Строительство коммунизма В России В Китае Корее Южной Америки Кибуцы в Израиле Все это попытка создания Справедливого общества Не увенчавшееся успехом Ничего нельзя построить На базе эгоизма Это все равно Что строить на болоте Затянет и уничтожит Так была разрушена Еще одна иллюзия Построение счастливого общества Своими руками Почему? Да потому что цель была неверна Чтобы не было богатых Это не цель Мерхижинам Война дворцам Это не цель Даже равные возможности всем Это не цель Цель Это исправить эгоизм Для того чтобы жить по закону любви и отдачи Вот что такое цель Слиться с законом природы Который окружает нас Вот настоящая цель Человечество не пошло по этому пути И оказалось в тупике Тупик Наконец-то можно остановиться И задуматься Много вопросов рождается Почему он наступил Этот тупик Как выйти из него Ну и самый главный вопрос Как жить? Надо дойти до тупика Надо И понять Что к этому тупику Меня привело мое эго И были люди Которые говорили об этом Кричали Просили человечества Внимательно посмотреть на себя И остановиться Пока не поздно Но их не слышали И вот сейчас Все слово в слово повторяется Тупик Кризис которого не видел мир А за ним Грызящая нам массовое уничтожение Человечества Не услышали раньше Надо Просто необходимо Чтобы услышали сейчас Мы уже на краю бездны Но есть еще шанс Последний шанс Победить эгоизм Эгоизм нельзя подавить Потому что эгоизм Наша природа Эгоизм нельзя убедить Он не поддается Ни убеждениям Ни назиданиям Эгоизм нельзя купить Он не насытится никогда Эгоизм можно только исправить Можно это сделать Можно И природа нам сама подсказывает Как Посмотрите на эту спокойную И радостную картину Мать и ребенок Чем больше наслаждается ребенок Тем больше наслаждается и она Если бы весь мир мог так жить Чтобы я был счастлив от того Что счастлив другой человек Чтобы нас связывала Взаимная любовь Вы спрашиваете Неужели такое возможно? Я отвечаю Мы без этого не выживем Весь век нам говорили Поймите Вы неразрывно связаны Друг с другом Поймите Если кому-то плохо Человеку Стране Народу Вы не можете быть равнодушны Вы не можете радоваться этому Потому что вы одно целое Один организм Подчиненный одному закону Закону единого организма И если мы нарушаем этот закон Нас бьют А мы его нарушаем Постоянно Потому что желаем жить По закону разрушения Закону эгоизма Но такого закона В природе нет Понимаете? В природе действует Абсолютно другой закон И чтобы понять это Нам достаточно посмотреть На самих себя Более 7 миллиардов клеток Внутри нас Живут друг для друга Каждая клетка В отдельности Эгоистична Но каждая понимает Чтобы жить Надо объединиться Каждый орган нашего тела Служит не самому себе А всему телу Таков принцип работы Здорового организма Таков принцип жизни Подчинение закону Единого организма Закону абсолютной отдачи Любви Неразрывной связи Друг с другом Каждый из нас Одна 7 миллиардная Частичка огромного Единого организма Называемого Наш мир Нам надо Всю рекламу Все средства информации Все воспитание Воспитание Это необычайно важно Все это направить на то Чтобы хотя бы Зародилась В человеке мысль Что он Частичка Единого организма И что окружает его Высший закон любви Если мысль человека Сосредоточится Только на том Как научиться любить Вот тогда Все и перевернется В одно мгновение Потому что Этим своим желанием Любить Мы как бы Мы притянем к себе Этот высший закон любви Окутывающий нас Как мать Ребенка И он нам поможет И мы вдруг Обнаружим вокруг себя Добрый Дружелюбный И приветливый мир Вдруг обнаружится Что действие любви Не требует энергии Оно само производит ее И мы наконец-то поймем Что такое любовь Что это готовность Заботиться о благе ближнего И обслуживать его А не себя Вот что такое любовь Нам надо успеть Стать любимыми Любящими И счастливыми Еще при этой жизни Мы просто обязаны Это сделать Какой замечательный век Мы прожили И какой великий век Стоит на пороге Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому